здравствуйте друзья меня зовут давид и мы начинаем вступление в курс мост начнем с того что это такое мост может вкратце это то что соединяет между между нашими душевными силами и проявлением в этом мире почему он так называется мост это название книги которая вот тут вот находится она на иврите за мной также картина находится человека которого зовут йоэль йоэль тотжман он художник он рав он живет в цфате как-то получилось так что мы хорошо познакомились он попросил меня сделать такой курс почему я согласился это делать скажем так у меня формальное образование в психологии и после какого-то периода образования и практики у меня стал такой вопрос почему нет вообще концепта души и в основном занятия проблемами они ростом скажем так большинство психологии занимается тем чтобы поднять человека с минусом ноль а что происходит от нуля до бесконечности но занимаются какие-то коучи и так далее есть уже это но глубокая информация такой как есть в наших еврейских источников ну конечно же психологии это время сказать то что этот курс он конечно же основан на еврейских источников как вы видите я религиозный еврей и источники наши тоже хорошие и проверенные и конечно же они это те источники конечно которые соединяются и с нашим миром с нашим временем я надеюсь мы найдем тот метод через который мы сможем провести эту информацию и так в таким образом чтобы она была услышана также я немного зачитаю гешер это не курс это путешествие это курс который приглашает вас присоединиться захватывающему путешествуя в недры души человека дает понимание сил которые работают нас а также понимание как подпитывать и управлять этими силами можно во время курса может быть такое произойдет я надеюсь что какие-то блоки будут сниматься и вы будете чувствовать как поток энергии будут идти приходить к вам я надеюсь что это произойдет посмотрим как это будет работа надеюсь то что мы сможем освободиться от блоков от препятствий от давления от тревоги и наполниться чувством гармонии и спокойствием цель этого курса не дать человеку какие-то только термины а предоставить совет поднять того кто внизу и подтолкнуть того кто уже находится вверху этот курс или эта серия уроков серия разговоров скажем так она будет говорить о проблемах которые происходят и есть у каждого из нас и предоставят вам дорогие мои друзья дорогу решать эти проблемы с легкостью хочу вам еще рассказать что меня лично и еврейский подход ну и рабиоэль еще великие люди которые занимаются историей скажем так еврейской психологии или историей души в еврейском мире но они меня очень вдохновили хочу сказать дальше начинается все с барашид правильно барашид это первое слово торы барашид барашид был один еврей в цфате который говорил что это такое барашид барашид в начале это относится к слову бриют здоровье то есть самого начала это здоровье вот что самое важное и вопрос какое здоровье физическое или наше эмоциональное духовное душевное здоровье но как вы может быть знаете был такой великий еврей который в основании маймонит рамбам муше бен маймон он был врач и он написал такие интересные слова потому что душевные движения будут изменять тело в большей мере как следствие этого врачи приписывают наблюдения за душевными движениями так как и это является делом первой важности в лечении любого больного то есть аспект души человека аспект знания в сфере и психологического здоровья и правильного мышления конечно же имеет свои корни в духовном мире с одной стороны но с другой стороны они влияют напрямую на наше физическое тело то есть и рамбам который был врач конечно же физического тела он говорит то что самое главное первое дело которое надо обратить внимание на лечении больного это дело психологических движений души но мы этот курс мы будем говорить любого человека мы постараемся дать инструменты чтобы лучше справляться с этой жизнью и делать это ну как человек искусства скажем так продвинемся чуть-чуть дальше если можете не знаю где вы находитесь но так как вы находитесь возле экрана может быть дома или в офисе на секундочку если можете закрыть глаза и представить что вы находитесь в каком-то очень-очень спокойном месте подышать несколько раз сделать несколько вздохов и как будто бы представить то что вы парите над собой и отдаляетесь выше над своим домом городом планеты ну посмотрите на эту планету какую вы оценку дадите ей особенно если вы посмотрите с с очками истории скажем так много войн много триумфов много падений много человеческого гения любви и тревоги разного ну какую вы оценку дадите этому делу всей вот этой вот жизни на этой планете понимаете это нелегкий вопрос но Всевышний после творения он дал оценку однозначно он дал он сказал то что оценка это то в ноут это очень хорошо так как я сказал то что этот курс занимается еврейскими источниками не какие то new age или мы не будем говорить там вот эти вот истории то что думай хорошо будет хорошо хотя это тоже правильно но если Всевышний сказал то что этот мир это то в ноут это очень хорошо для нас это должна быть хоть какая то аксиома как вы знаете может быть то что в духовном нету того что перестает существовать то есть в физическом мире можно построить дом и потом его разрушить а в духовном мире нет если один раз что-то создано было оно продолжает существовать в духовном мире даже если идут какие-то развития то есть точно и Всевышний дал оценку этому миру которая то в ноут и это то в ноут это очень хорошо продолжает существовать сейчас ну и вопрос что это такое во-первых как к этому присоединиться и если мы не видим этот то в ноут в своей жизни ну что тогда делать об этом тоже будет наш курс ну секунду ну вот я еще раз чуть-чуть немного прочитаю надеюсь вас заинтересовать когда у человека есть знание каким образом отряхнуться от залежей прошлого от негативных мыслей использовать силы которые даны были ему с неба для обновления продвинуться дальше с полной силой взглядом стремиться вперед он может сохранить свое здоровое мысли и душевное здоровье бесцельное копание в прошлом также ну это плохая вещь как вы знаете бесцельное копание в прошлом что тут написано это такое отсоединиться от бесцельного копания в прошлом также не застревать в промежуточном этапе выживания и стремить свой взгляд вперед в прыжке прямо к счастью это умение которое дает душевные силы и наполняет энергию и является искусством жизни здоровый мир мир обновляющийся такой прекрасный мир овладел титулом топ-мод очень хорошо такой мир является тем что Всевышний сказал что является очень хорошо то есть если вы точка такая там вот смысл то что весь мир если вы посмотрите даже на природу представляем есть процессы обновления есть процессы движения и когда происходит какая-то стагнация или психологическая или физическая и так далее врачи вам скажут то что стагнация она приходит приводит к утрате здоровья скажем так и в практиках нынешних стараются человека как можно быстрее поставить на ноги чтобы он начал чем-то заниматься в психологическом в эмоциональном это то же самое то есть если человек живет какими-то мыслями о прошлом то есть если мы измерим это скажем так если человек хотя бы раз в неделю думает о чем-то его тревожит о чем-то что произошло больше чем полтора года назад но это еще с ним находит и эти вещи надо обновить постараемся это сделать на этом курсе тоже хочу тоже кратко сказать еще одну вещь то что ну как вы знаете мост вот название этого курса это что-то что соединяет две точки иногда это два берега реки но если это взять этот термин в более широком аспекте каком-то это может быть и дорога которая соединяет два города может быть какое-то знание которое соединяет человека с чем-то что он не знал на английском есть такой термин to bridge the gap как-то соединить что-то соединить два места между которым есть прорыв или разрыв между духовным миром и нами тоже есть мосты вот Рома Крабимошер Кордевера говорил о 72 мостах которые находятся между духовными мирами и нами и если эти мосты прикрываются ну конечно же жизнь перестает существовать и ну можно сказать то что нашу душу перестает что-то подпитывать или это то что и само есть то что подпитывает это тело это само есть душа мы не будем внедряться в это дело потому что как я сказал этот курс он более практичный а не философский так как нельзя эту душу измерить можно может быть ее почувствовать мы будем больше говорить о силах о проявлениях этого внутреннего мира и постараемся это сделать с легкостью и если возможно с удовольствием на пользу всем нам и всему миру вот так что на этой ноте может быть закончим маленькое хотя бы какое-то вступление то есть мы говорили о том то что мост это мост между нашими душевными силами и их проявлением в мир мы говорили о том то что здоровье оно в основе является душевным здоровьем и потом уже физическим здоровьем человек должен обратить на это внимание в третьих мы говорили то что есть такой аспект который в этой жизни в мире который всевышний сказал что это очень хорошо и если мы отсоединены от этого как видно мы что-то пропускаем то есть мы точно что-то пропускаем и он есть это аксиом вопрос как соединиться с этим еще мы говорили о том то что сила сила искусства сила жизни вот что это такое ТОВМО это обновление вопрос как достичь этого обновления как выкинуть эти залежи прошлого и сразу же устремиться к цели без вот этого промежуточного какого-то состояния выживания с полной вперед большое спасибо продолжим в следующем вступлении